я ника уже писал вопрос но видимо просмотрели его сейчас все переходят на синтетические холсты как вы к этому относитесь но если не прорываются вот так вот кто-то писал что купил китайские холсты в рулоне оптом дешево много и все не только он художники когда натягиваю касаешься прямо так пальцем расползается еще рукой то есть будьте осторожны в этом смысле лучше покупать у людей кому вы доверяете а синтетический холст или нет я не очень понимаю в чем разница ведь на нем грунт ну синтетика тянется да как стретч такие вот панталоны колготки но если загрунтовать эти колготки все равно же будет хорошо так что дело же в грунте а синтетическая нитка ну что она она даже он пластиковые пакеты там столетиями не разлагаются в земле так что я думаю нормально на досках пишут люди на бумаге но что ж на синтетическом то не писать главное как писать или на пухере у вас за спиной свежие работы натянуты на подрамники или наклеены на что-то на подрамники они кажутся тоньше чем подрамники нет холст на подрамники почему спрашивание женское это дело подрамники мастерить это правда может наклеить проще будет если небольшой формат конечно у меня есть видео где я наклеиваю ну на поверхность это может быть двп пинокартон любой там пвх холстик то есть нужно собрать с обоих сторон но пвх намазывайте мастихином резиновым клеем и холст сам с обратной стороны он быстро высыхает и потом раз его и все опять очередной юзер я зашел специально тыкнул иван беляев по-русски вот если по-русски написано в гугле то он дает выдает мне юзера и не только у меня на других компьютерах я тоже проверял заходите в google аккаунт личная информация имя если там по-русски кириллицы напишите на латынь на латынице латинице и посмотрим что будет должно быть все в порядке исчезнут эти юзеры и псевдоним еще строчка можете там написать что-нибудь тоже палать на латинице и так иван беляев здравствуйте слова какие аргументы вы можете выдвинуть в пользу покупки маленьких работа работа 10 на 15 на шлепков понятно что бриллианта бриллиант но разговаривала с людьми говорят купить уже работу приличных размеров хотя бы 30 на 40 будет что в гостиную повесить а так куда эти мензурки вешать покажите пожалуйста как вы их оформляете в какую раму мензурка мензурка мензурки рознь немножко выпил мензурка если спирта то ты окосеешь сразу а если вина не почувствуешь я к чему говорю но если бы вам сказали вот вы купили леонардо да винчи например вот такой 10 на 15 или там я не знаю ну кого вы любите климта например на 10 на 15 или большую я не знаю какого-нибудь модного художника не будем называть кого вот кого вы выберете причем цена одинаково мадонна лита в эрмитаже тоже небольшая какой размер и 30 на 40 где-то рама большая конечно это выглядит серьезно раму надо увеличить и мензурку эту в раму в хорошую и будет вам бриллиант глаза например у человека но сколько они в процентах занимают место вот всего туловище вот этого корпуса ну вообще там едино 0 0 0 1 там процент но бывают такие глаза что и всю жизнь помнишь этот взгляд бывают такие что быстрее бы и не видеть бы его вообще вот вам и мензурка что написано на этой мензурки может быть там написано яд конечно его не надо употреблять а если там написано мед то лучше всего купить этот мед и повесить мне кажется так а как вы думаете друзья аморалкин мужская обнаженка из фондов репинки или строгановки прекрасно особенно хорошие рисунки возрастных натурщиков там любуешься красотой рисунка который иногда не достает в изображении юных прелестниц я помню еще на первом курсе строгановка такая работа висела я все время на второй этаж ну как захочешь справа ходил ее посмотреть юная прелестница было написано так с рукой такой она опиралась на стульчак ну на тумбу тумба ну такая пространственная красота так было построено ну да ладно юное женское тело это набор сфер и цилиндров красиво но примитивно до супрематизма начинать лучше с женской модели а потом перейти но с обретением опыта надо браться за более сложные задачи то есть за мужскую ну да сейчас это модно конечно но вспомним опять же микеланджело у него и юные мужские формы были хороши и старческие а у рафаэля или леонардо все больше женские прелестницы были прекрасны а мужские это все таки тема была микеланджело цилиндр это параллепипед сфера важно чтобы она была в пространстве какая разница как какой-то объект если если он не стоит этот параллепипед в пространстве или шар какой-нибудь косой но тогда вы не умеете владеть перспективой с этим надо поработать а юное тело или не юное но это приоритет страсти художника исходя из внутренних задач что ему нужно решить он использует ту или иную модель и далеко не всегда она в пожилом возрасте если это учебный рисунок как вы упоминаете амаралкина значит в репинки или строганки учебный конечно начинать лучше с возраст их моделей потому что все отчетливо читается все видно а если например оплывший например натурщик причем любой конфигурации гендерные связи то где на и нащупать например подвздошный гребень вот где а чтобы конструкцию сделать его нужно на но прорисовать потому что это ну точки таки опорный кто-то очень хороший пример привел что ну как кольцо до баскетбольное то есть это каркас такой ты должен его нарисовать а сверху может быть что угодно там любые возможности но кольцо каркасная вот это вот кольцо баскетбольный ты должен в пространстве нарисовать друзья еще подарок ко дню святого валентина давайте любить друг друга перестанем ненавидеть или кого-то осуждать и в качестве подарка скидка в 50 процентов на все видео уроки в школе заходить на сайт artist painting пробовали ли вы рисовать в графических программах на компьютере или планшете у меня с собой всегда на телефоне есть программка там наброски если есть минутка каком тебя в очередь там жду и россию сразу рисую а так чтобы серьезно этим заниматься прям в компьютере планшете но мне это не интересно а вот линейный такой это даже очень классно во первых ты не теряешь время ты всегда как бы в тонусе находишься и если есть модели интересны артист painting опять же расскажите пожалуйста свой распорядок дня и что вы думаете о современном художнике вячеслава короленко хочу мне о нем думать это не моя задача дом я моя задача писать и размышлять о том что меня волнует размышлять в холсте давно вот в материале да да это не ошибка как бы вы могли оценить свое творчество со стороны но я со стороны зачем не есть ли то что хочется улучшить а в этом смысле любая картина это улучшение они вот у меня висят с тем что глаз цепляется я вешаю такие работы которые хочется еще иногда немножечко тронуть то есть трогаешь до того момента пока исчезнет раздражение любое мельчайшие чтобы все было гармонично ну да улучшить хочется это процесс нашего роста нам всегда что-то хочется улучшить это нормально распорядок дня ну с утра значит в зал потом работать ролики вам нужно записать а работа у нас какая больше слушать себя что хочется сейчас писать делать может просто посидеть и посмотреть в вечность то есть главная работа это найти согласие с с душой чтобы она была максимально в таком алертном состоянии готовность к ну к созиданию к творчеству год назад Год назад я был в Пермской картинной галереи. Отчет об этой выставке в конце ролика. Посмотрите, прямая ссылка. Субтитры создавал DimaTorzok